Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это свежий выпуск новостей The Isle of Rima. Ну а перед началом данного выпуска новостей, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех наших донатеров на канале за вашу финансовую помощь в развитии канала. Спасибо, друзья! А если ты хочешь стать спонсором, либо донатером, все ссылочки в описании. Также перед началом ролика хотелось бы выразить огромную благодарность за некоторую предоставленную информацию в ролике подписчикам Soundwave и Сильвестру Лебовски. Итак, присаживайся поудобнее. В данном ролике будет куча интересной информации касаемо будущего Эврима. Обновление 5.5, Ночное зрение и обновление 6, которое, как я говорил, будет выпущено до конца года. Также вас ждет информация и разбор концепт арта Тираннозавра Рекса, новости о новых динозаврах, которых включат в игру в этом году. Поехали! Стоит сразу начать с того, что разработчики выпустили для нас очередной девлог за время месяца работы о проделанных достижениях. В этом месяце главный ведущий Филипп Тессара вместе со своей командой программистов вел достаточно много работ над улучшениями обновления 5. Ведь обновление 5 прямо с тестов пришло к нам, как ни печально это звучало с множеством багов и проблем, которые заставили игроков и любителей Эврима потрепать нервы. По сути, реальность такова, что были все-таки после выхода Фикса устранены ошибки с механиками, игровой производительностью и загрузкой серверов. Между этим, команда также продолжала и продолжает работать над выпуском обновления 6 Кровь. Она началась на уровне, когда обновление 5 Гнездования находилось в разработке выпуска 50%. Много что мы уже видели. Шрамы, которые будут оставаться на телах животных. Яды Троадона. А вот теперь совсем свежая информация. Короче говоря, с обновлением 6 Кровь будут большие изменения в игре. Собственно, система питания. Она находится в процессе расширения. Появятся новые негативные или положительные эффекты с новой системой миграции, с новыми диетами и многим другим. Кроме того, появится новая механика с взаимодействиями трупов, которая включит в себя новый запах в зависимости от того, сколько лет трупу. Например, если он свежий или уже гнилой. Давайте посмотрим краткий ролик того, что примерно можно будет наблюдать в обновлении 6. Продолжим. Как мы знаем, что обновление 6 внесет в игру большую часть хоррора. The Isle всегда была объявлена как игра ужасов на выживание. С выходом данного обновления игра станет очень жестокой, сложной, поскольку внесется свирепость и отчаяние, присущее дикой природе. Те жители острова будут иметь возможность калечить других животных разными способами. Так что многим придется учиться выживать в столь опасном мире и сохранять инстинкт самосохранения. Мало того, что с данным обновлением мы сможем увидеть, как плоть и органы будут разрываться от поедания и укусов из тела. Некоторые виды динозавров смогут вас поедать заживо. Этапы мертвых тел будут проходить через различные фазы от разных обстоятельств. Свежие, съеденные, гнилые и кости. Свежее тело, которое было съедено, и гниющее тело, которое не было, будут выглядеть по-разному, но также она будет иметь свои функции при поедании. Свежие трупы будут влиять на плотоядных животных положительно, но поедание гниющей плоти может плохо отразиться на самочувствии некоторых хищников. Кстати, те же кости будут потребляться не многими динозаврами в игре. Кровь будет связана с диетами, соответственно, будут изменены все запахи в игре. Свежее и гнилое мясо будут различаться на компасе. Также запахи в игре полностью поменяют свой диапазон чувствительности. То есть, на том же открытом воздухе порча мяса будет ускорена. Вам придется как можно быстрее съедать труп, либо перетаскивать его в закрытые места, чтобы запах был не столь расширяющимся на карте и была снижена функция гниению. Как и говорил в прошлом выпуске новостей, компсогнатусы и птеродактили понесут существенные изменения в искусственном интеллекте. Намного умнее, сильнее и хитрее. То есть, там, где есть труп, там обязательно будет присутствие данных АИ, которые не только привлекут других динозавров своими криками, но также будут нападать на вас, поедать куски мяса жертве, но и воровать у вас мясо, даже преследуя. Также поедание просто тела будет иметь еще одно значение. Это поедание определенных органов трупа. Для некоторых хищников придется не по вкусу и рациону определенные внутренности, но для других хищников это будет иметь хороший рацион. Оно так и называется, собственно, расчлененка. Также это будет хорошо работать на определенных стадиях гниения трупа. Гнилая печень, выплюнь, свежее сердце, еще можно есть. Думаю, пока на этом все про кровь. Пепиозавр. Данное существо планируется вывести в свет ранее обновление 6. Производство над ним еще более углубилось. Несколько анимаций нам уже показывали. Несмотря на то, что он неуклюж, будет на суше, в воде ему будет очень комфортно. Не стоит недооценивать Бепи. У них будут очень острые и длинные когти, которыми они очень хорошо будут пользоваться. Подходить придется к ним с осторожностью. Пепиозавр очень хорошо будет выживать между поверхностью дна и осадка. Поэтому Дэйна с ухом не так просто можно будет их заметить. На дне он спокойно сможет питаться водорослями. Пропустил важное, на мой взгляд. Люди в игре. Как-то давно я говорил, что в свет они выйдут в шестом обновлении. Но потом стал сомневаться. Тесты с людьми мы уже видели перед четвертым обновлением и даже проводили стримы. Так что, если интересно, поищите в наших плейлистах на канале. Так вот. Разработчик все-таки планирует вывести Ген 2 в живую ветвь. Чтобы те, кто хочет увидеть, как будет выглядеть игра глазами человека, смогли насладиться геймплеем. Возможно, но маловероятно, что люди в обновлении 6 войдут не сильно играбельными и без новых плюшек и механик. Но постепенно разработчик начнет их дорабатывать и вносить. Нам показали новые модели Барионикса и Австро-Раптора. Насладитесь ими. Аминь. 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 Траодон и его небезызвестные яды. Траодон на финальной стадии выпуска. Но вот войдет он в обновлении 6. Исключительно его яд будет четко иметь свойство убить динозавра в одиночку своего размера. Продон не сможет один, к примеру, отравить и убить корнотавра. Конечно, будет небольшое влияние на состояние ИХП. Но, как сказал разработчик, если вас будет в разы больше, то и Апекс не сможет устоять. Информация о переносе детенышей в зубах. Собственно, как в Beasts of Bermuda. Такая механика будет в игре, но только в далеком будущем. Ночное видение в игре. Обновление 5.5. Вопрос и споры остаются на слуху. Как сказал Джейс, главный дизайнер уровней, ночное видение очень будет отличаться от того, что мы знаем в Легасе. В Легасе ночное зрение оказывает большое визуальное влияние на игровой опыт. Или даже местами ночное зрение его включение не требовалось. В Эврима все будет наоборот. Оно всегда будет включено. Это ни в коем случае не помешает игроку изменений видения внешнего вида игры. Она, наоборот, позволит видеть в темноте. Конечно, нужно учитывать и диеты. Сохранится полное цветовое зрение и контрастность. Собственно, вот так будет примерно выглядеть ночное зрение. Примерно так же работает новый прибор американских военных и НВГ-Б. В игре эффект будет работать примерно так. Сцены, где оно будет рисовать контуры по краям объектов, которые превышают определенное расстояние от объекта позади него. Затем интенсивность этих линий маскируется только теми областями сцены, которые достаточно темны, чтобы контуры оказались полезными для зрения. Эта новая система полностью обеспечит ночное зрение, которое сохранит весь цвет сцены в игре. Но она также динамично будет изменяться и настраиваться с моментами вашего геймплея. Летающая рыба в игре Как сказал мне Амарок, этот бак наконец-то исчезнет. Скорее всего, с 5,5. Но у нас появятся новые виды рыбы, которые смогут выпрыгивать из воды, оставляя следы, небольшие брызги. Не подумайте плохо. Ну что же, и напоследок. Концепт-арт самого страшного хищника заката динозавров. Тираннозавр-рекс. Ящер-тирам. Род плотоядных. Тераподовых динозавров из семейства тираннозаврит. При жизни имел около 13 метров в длину, массой от 8 до 10 тонн и ростом от 4 до 6,5 метров. В Legacy версия опасный хищник, который с легостью укусом ломает кости крупным динозаврам. В Эврима Рекс будет иметь уникальные способности к сражениям и уникальные анимации. Во-первых, способность Рекса ломать некоторые человеческие постройки головой и телом. Оглушать головой таких апексов, как гиганотозавр. Удары головой – это будет особенная способность Рекса. Хватать свою жертву захватом огромных челюстей динозавров 2-го тира в определенные участки тела. И дробить им кости, наносить большие переломы. Обратите внимание, если представить, паразавру был нанесен укус, от чего тот не может встать на ноги. И Рекс добивает свою жертву. Смертельный захват и укус в шею алазавра. Способность Рекса прижимать жертву к земле и душить ее. Также с этой механикой видно сцену убийства и удушения Барионикса, либо спинозавра. Ну и небольшой отсыль к тому, что Рекс будет готов к обновлению 9. Когда в игре появятся полностью функционально игровые люди. Здесь, кстати, Т-Рекс, судя по всему, находится в паре со своим детенышем. Отсылка на гнездование. Ну что же, надеюсь, данный ролик и влог новостей вам очень понравился. И ты обязательно подпишешься на наш канал. Вступишь в наш Дискорд. Подпишешься на канал Яндекс.Дзен. И вступишь в группу ВКонтакте. Все ссылочки в описании. Также не забывайте ставить лайки. Это очень огромная мотивация для нас и нашего канала. Ну и как обычно, по традиции, всем хорошего выживания в мире The Isle of Rima и Legacy. Жду всех вас всегда на наших стримах. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok